Добрый день, друзья! Многие профессии за время их существования обрастают мифами и легендами, но самые интересные байки всегда полиции. Что является правдой, а что нет, будем разбираться в нашей программе «Полицейские с Петровки» вместе с начальником прислужива столичного МВД Владимиром Бассейнином. Владимир, здравствуйте! Владимир, расскажите, пожалуйста, что такое полиграф? Полиграф – это прибор, который фиксирует данные человека, его изменения, различные психофизиологические состояния и используется специальными экспертами, полиграфологами, в том числе и в полиции, для того, чтобы исследовать человека. Вот вы сказали о том, что используется в полиции. Скажите, а проходят ли сотрудники МВД полиграф? Конечно. Давайте про полиграф поговорим подробнее. Вообще полиграф – это устройство, это механизм, и без человека он бесполезен. Прежде всего, полиграф – это тандем эксперта, это человек, который имеет высшее образование в области психологии, это сильный, грамотный, очень образованный и подготовленный эксперт. А полиграф – это его помощник. Это устройство, которое фиксирует различные состояния у человека, показатели кожи, показатели дыхания. В том числе полиграф фиксирует различные состояния у человека на вот эти все датчики. Он используется прежде всего для общения с преступниками при опросе, если идет процесс доказывания. И в том числе полицейские, которые поступают на работу, либо они уже работают и переходят на вашу стоящую должность, проходят такое исследование. Конечно, полицейские обязаны проходить полиграф, и причем без прохождения полиграфа сотрудник полиции на службу устроиться не может. Вот вы говорите о том, что обязаны проходить. А какие вопросы выносится на проверку? Вы знаете, исследование на полиграфе – это стандартная процедура. В ней нет ничего секретного, либо тайного. И человек, который проходит такое исследование, он всегда знает и предупрежден о тех вопросах, которые будут ему задаваться. Они очень простые. В любом случае, мы прекрасно понимаем, что сотрудника полиции, который употребляет наркотики, который занимается незаконным оборотом оружия, который совершал преступление, мы не можем взять на работу. Поэтому вот такого рода вопросы и задаются. Прежде всего, давайте на них остановимся. Как правило, задается вопрос, употребляете ли вы наркотики. То есть мы изначально, работая с таким кандидатом на службу, понимаем, употребляет он или нет. Есть ли у него дома незарегистрированное оружие какое-то, применял ли он его, совершал ли он преступление. И в принципе вопросы за эти рамки, как правило, не выходят. То есть человек всегда предупрежден. И работа эксперта-полиграфолога с полиграфом и испытуемым – это беседа, это тандем. Это фактически двух людей и устройство для того, чтобы именно принять человека, который не нарушает, который достоин быть сотрудником полиции. Вы сказали, что периодически данный аппарат используется на допросе с подозреваемым или злоумышленником. Всегда ли используется полиграф? Нет. Во-первых, полиграф – это устройство, которое применяется, если человек согласен, чтобы его применили. То есть это всегда делается добровольно. Мы с вами немножко попозже остановимся на этапах, но человек перед похождением полиграфа всегда расписывается, что он добровольно это делает. Поэтому если человек подозревается в преступлении, то следователь в процессе расследования, обладая информацией об объеме доказательств, может предложить подозреваемому пройти полиграф для того, чтобы доказать его вину. Либо постараться, если этой вины нет, если человек не совершал преступление, и он рассматривается в качестве подозреваемого, может предложить ему пройти полиграф для того, чтобы фактически опровергнуть какие-то обвинения или существующие факты. Всегда очень многое зависит от того объема доказательств, которые есть у следователя, которые им оперируют. Поэтому прежде всего отталкиваются именно от этого. А как вообще проходит процесс проверки? Вот, допустим, мы садимся, надеваются датчики. Не знаю, там задается вопрос, как меня зовут, где я работаю. А дальше? Стандартная процедура, она тоже прописана во всех методических рекомендациях. Всегда проводится беседа. Психолог объясняет человеку, что это такое, зачем он нужен. Когда человек приходит в кабинет, психолог объясняет человеку, как работает это устройство, для чего оно нужно. И в завершении беседы у человека спрашивают согласие, согласен ли он пройти. Если человек подписывает документ о том, что он согласен, в дальнейшем уже проводится так называемая предтестовая беседа, когда человеку объясняют те вопросы, которые ему будут заданы. То есть, еще раз говорю, на вот этом исследовании человек знает о том вопросе, о вопросе, который будет задан, и тут от него ничего не скрывается. Никто ему там случайно из-за двери не спросит, а правду, что вы были ночью на такой-то улице. Конечно, нет. Он всегда будет готов к этим вопросам. После того, когда проведена беседа человека, готовят так называемые аппаратные процедуры, это присоединение датчиков дыхания, кожаного-альванических датчиков и всех датчиков, которые есть в этом устройстве. После того, когда датчики присоединены, соответственно, начинается само тестирование, это вопросы и ответы на них с помощью человека, голоса и фиксации на различные устройства, в том числе и на видеозаписи. После того, когда тестирование проводится, уже после его окончания с человеком, проводят после тестовую беседу, то есть психолог понимает, насколько человек в нормальном ли он состоянии, нужна ли ему какая-то помощь. Ну, психолог старается помочь человеку, если он эмоционально стал возбужденным после вот этой процедуры, помочь ему справиться. И после того, когда такая беседа проведена, конечно, делается анализ результатов, это уже делается без испытуемого, и после того, когда анализ проведен, делается заключение. Совершал, не совершал, если это касается человека подозреваемого, годен, негоден, если это касается полицейского. А правда ли, что вопросы строятся таким образом, что можно отвечать только да или нет? Да. Подскажите, и последнее, а есть ли вообще возможность обмануть полиграф? Или, в принципе, не стоит даже пытаться этого делать? Сам по себе полиграф и его обман, это, наверное, больше из области кинематографа. Давайте предположим, что у нас есть процессы, которые человек контролировать не может. Вы можете затаить дыхание? Могу. Но при этом вы не можете остановить выделение потожирового вещества, допустим, на пальцах рук. То есть вы этот процесс контролировать не можете. Так вот, полиграф работает на тех психофизиологических факторах человека, его реакциях, которые не контролируются. И если даже вы можете обмануть полиграф, то вряд ли вы сможете вот именно 100% вот этими всеми процессами управлять. Поэтому сказать о том, что обмануть его нельзя, наверное, будет неправильно. Наверное, кто-то может его обмануть. В кино это показывали, возможно, умеют. Но в целом, по большому счету, если вам нечего скрывать, то зачем его обманывать? А как в целом понимает психолог о том, что, предположим, либо испытуемый что-то недоговаривает, либо откровенно врет? Психолог понимает по многим параметрам. Понимаете, если, например, у психолога появилось подозрение какое-то о том, что человек употребляет наркотики, например, сотрудник полиции, то это не значит, что он их употребляет. Прежде всего, это надо закрепить различными дополнительными вопросами. Это нужно закрепить таким образом, чтобы это было действительно подтверждено в ходе исследования. То есть спросить человека, и там у него, например, рука дернулась, и сказать о том, что он наркоман, конечно, нельзя. То есть психолог будет работать до тех пор, пока он не удостоверится на 100% о том, что человек употребляет, например, наркотики, либо не употребляет наркотики. То есть психолог дорабатывает это все до конца. Поэтому говорить о том, что исследование на полиографе быстрое, нельзя. Это такой процесс длительный достаточно, он неторопливый, и вся эта процедура предназначена только во благо. То есть либо доказывание вины, либо наоборот ее провержение. Если это касается приема на работу, то принятие сотрудника именно достойного служить в органах внутренних дел. А правда ли, что это происходит в несколько сессий? Да, там в процессе исследования может быть сделана пауза. Здесь полиграфолог дает человеку отдохнуть, если увидит, что человек устал, например, напряжение какое-то появилось. То есть говорить о том, что присел на стул и встал через 4 часа, конечно, не приходит здесь. Полиграфолог полностью работает, он понимает состояние человека, он ему помогает. И, как вы спрашиваете, несколько сессий может дать ему встать, выпить воды, прогуляться, пройтись и так далее. То есть люди разные, все это учитывается. Спасибо большое за развернутые ответы. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был начальник пресс-службы столичного МВД Владимир Васенин. Если вдруг у вас есть вопросы или мифы, которые бы вы хотели обсудить, пишите под этим видео. До новых встреч! МВД Владимир Васенин Корректор А.Егорова МВД Владимир Васенин Корректор А.Егорова Продолжение следует...